Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланук. Смотрите в нашем выпуске. Вопрос модернизации здравоохранения обсудили глава Карачаева Черкесии и министр здравоохранения России в режиме видеоконференции. Все необходимые препараты для лечения ковид получены. Первая поставка медикаментов прибыла в Карачаево Черкесию. На этой неделе ожидается новая партия. Лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма. В Черкесии наградили победителей конкурса, журналистов и операторов. Выставка педагогов детской художественной школы Черкесии. На экспозиции представлены более 80 творческих работ. В выходные глава Карачаева Черкесии Раши Тимреза в ходе беседы с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсудил вопрос модернизации здравоохранения в регионе. Вместе с тем, в рамках беседы был рассмотрен вопрос модернизации первичного звена здравоохранения. Глава Карачаева Черкесии обратился к министру с просьбой поддержать республику лекарственными препаратами для амбулаторных больных и предусмотреть дополнительно машины скорой помощи для населенных пунктов в пределах курортных зон республики. Это особенно важно в период стартовавшего горнолыжного сезона, когда количество туристов в республике значительно увеличится, отметил Рашид Тимрезов. Затем детально обсудили мероприятие региональной программы модернизации системы первичного звена здравоохранения и возможность выделения дополнительных средств на реконструкцию поликлиники в Адагихабле и Орджоникидзовском. По словам главы республики в этой сфере, проблем достаточно, учитывая какой процент населения проживает в сельской местности и обслуживается именно в первичном звене. Отметим, за счет софинансирования с федерального и республиканского бюджета в рамках программы в ближайшие три года будут построены и реконструированы 24 медицинских объектов, закуплено 27 единиц высокотехнологичного медоборудования, приобретены 64 машины скорой помощи. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 92 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 12 222 человека. Из них 8 892 человека выздоровели, 863 госпитализированы. В республику поступила партия бесплатных лекарств для лечения больных COVID-19. Препараты распределили по лечебных учреждениям. Необходимое количество лекарств выделяются в районы, отталкиваясь от числа заболевших человек новой коронавирусной инфекцией. Будут обеспечиваться пациенты, которые лечатся на дому с легким течением болезни и не требующие госпитализации. Вне все необходимые препараты для лечения COVID-19 получены в полном объеме. Это первая поставка. И на этой неделе прибудет новая партия медикаментов. Был приказ и с разновлядкой от Министерства здравоохранения для районов и для районных больниц. Эти препараты предназначаются для амбулаторных больных. Для лечения коронавирусной инфекции это антикоагулянты, антибиотики, противовоспалительные средства и противовирусные средства. 6500 бутылок питьевой воды, негазированной воды объемом 500 миллилитров в Северный госпиталь Черкеска передал благотворительный фонд «Система» и торговый дом «Дельта» по запросу волонтерского центра «Единая Россия». В рамках масштабной акции «Спасибо врачам» волонтеры продолжают поддерживать медицинских работников, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Волонтерский центр образовался 17 марта. За это время они ежедневно стоят на страже предотвращения распространения коронавируса. В первую волну COVID-19 с помощью меценатов были приобретены медикаменты, средства индивидуальной защиты, санитайзеры, продукты питания и передали медикам, нуждающимся не только в республиканской столице, но и в районы. Эта инициатива стала частью всероссийской акции «Страна без вируса», которую запустил Центр поддержки врачей. «Это уже не в первый раз мы оказывали благотворительную поддержку и в дальнейшем также будем активно участвовать». «В эту, уже можно сказать, вторую волну мы также подключились к этой работе, потому что вы сами наблюдаете, какая обстановка, это заболевание не проходит и людям по-прежнему необходима помощь волонтеров. Наши волонтеры по-прежнему принимают участие активно и в развозе питьевой воды, которая так необходима медработникам, работающих в красных зонах, и продуктов питания, и лекарственных препаратов населению. По-прежнему работает наш телефон горячей линии, который работает бесплатно для звонящего 8 800 201 46 49». Сейчас настало время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Крачаевой Черкесии преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью будут порывы до 15-18. Температура ночью 0-5, днем 2-7 со знаком «плюс». А в горах ночью до 10 градусов мороза, днем минус 2-3, ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесии преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, ночью порывы до 18. Температура ночью 0-2, днем 4-6, выше нуля. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Карачаево-Черкесия стала очередной площадкой традиционного форума молодежного дружной Кавказа и Олимпиады «Лучший чтец Корана». Мероприятие проводится Духовным управлением мусульман республики в рамках реализации проекта Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Представители СКФО собрались в Учки-Кене на базе Карачаево-Черкесского медреса-интерната. Целью форума является создание в регионах Северного Кавказа новых молодежных клубов «Дружный Кавказ», которые будут взаимодействовать между собой как площадки для общения молодежи с целью профилактики экстремизма, терроризма, девиантных проявлений, взаимодействия между органами государственной власти и общественными организациями. Участники же Олимпиады соревновались в четырех номинациях. Впервые прошел конкурс на лучший азан. Победителей наградили грамотами и подарками. Победители провели конкурс сетцов, очень красиво читали. Вот эти все ребята, которые пришли со всех регионов Северного Кавказа, они все удивлялись, как красиво читают. Вот это нам очень нужно. Почему? Потому что, когда человек читает Коран, если даже он ничего не знает в этом, просто аккуратно, красиво, правильно читает Коран, он получает благодеяние от Всевышнего. И поэтому вот наше сегодняшнее мероприятие тоже связано с тем, чтобы у нас на Кавказе был мир, стабильность и благополучие. Дай Аллах, чтобы всегда было так. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии оказали помощь семье Заволокиных из Усть-Джугуты. По состоянию здоровья Михаил Заволокин не может самостоятельно передвигаться. По поручению министра Александра Милиниченко, ему привезли медицинскую многофункциональную кровать для лежачих больных, в которой он нуждался. Семью Заволокиных посетили сотрудники МВД совместно с общественниками и волонтерами. В свою очередь, мама Михаила выразила благодарность руководству министерства за оказанную поддержку. Министерство Карачаево-Черкесской республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати подвело итоги конкурса среди СМИ республики на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма. На торжественной церемонии награждения журналистов побывала и Фатима Даурова. Конкурс был представлен работами печатных, телевизионных и электронных средств массовой информации республики. Он проводится ежегодно среди журналистов по различным направлениям. В этот раз отмечаются лучшие авторские материалы, освещающие тему по профилактике экстремизма и терроризма. В непростое время, в 2020 году, в эпоху ковида, нам удалось провести конкурс журналистов. Мы весь год собирали материалы, авторские материалы журналистов нашей республики по профилактике терроризма и экстремизма. В этом году, что радует нас, количество материалов было в разы больше, чем прошлого года. И из года в год я надеюсь, что конкурс будет развиваться и охватывать все новые направления в журналистике, в интернет-журналистике. 12 номинаций, три из которых впервые представлены в этом году. В первый раз были отмечены работы телевизионных операторов, внештатных корреспондентов и лучший авторский материал муниципальных СМИ. В номинации «Лучший телевизионный публицистический материал» победу одержала журналист телеканала «Россия-1» Ольга Савенко. Лучшим оператором стал сотрудник телеканала «Архиз-24» Олег Молхожев. Тема, конечно, очень важна. Мы должны об этом рассказывать. И еще я хочу выразить большую благодарность сотрудникам Госгвардии, полиции и вообще Центра противодействия экстремизма. Почему? Потому что я считаю, во многом благодаря им, их работе мы живем спокойно. Вот мы живем спокойно, воспитываем своих детей, ходим по улице, а они живем у нас в паре спокойно. Рискуют зачастую в своей жизни. И большое спасибо за то, что мы живем в мире. С моей стороны, то, что я снимал, мою часть, была сложность в чем? У нас были в кадре оперативные сотрудники. Их лица нельзя показывать. И мы приняли такое решение, чтобы не накладывать мозаику на их лица. Мы их художеством отсветили так, что их лиц было не видно. И мы вот именно освещением добивались такого эффекта. Это положительный опыт и интересная работа. В своем выступлении министр отметил, что уровень представленных на конкурс работ из года в год растет. Поэтому жюри, который оценивает качество материалов, прилагает все больше усилий для того, чтобы выбрать самого достойного. Конкурс на комиссию у нас невозможно как-либо отмануть, потому что это все профессионалы своего дела. Это журналисты, эксперты в области журналистики, сотрудники нашего министерства. То есть это очень большой круг людей. Я думаю, где-то 18-18 человек. Я точно сейчас не скажу. Это наша конкурс на комиссию была. 12 победителей республиканского конкурса журналистов были отмечены дипломами и денежными презентами от Министерства Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Фатима Даурова, Расул Бердия, Вести, Карачаева-Черкесия. Более 80 творческих работ представили на выставке педагогии детской художественной школы Черкеска. Здесь можно ознакомиться с произведениями, выполненными в разных жанрах и техниках. Масло, акварель, графика, войлок. Свои работы представили все педагоги учебного заведения. Очень разнообразно в своем творчестве заслуженный учитель, член Союза художников Наталья Мурашова. На полотна она переносит свое видение пейзажев, портретов натюрмортов. В год славы и памяти она написала картину с фотографии, где изображен ее отец, участник войны, на коленях у которого сидит младшая ее сестра, рядом супруга. Также на выставке есть полотно, на котором художник изобразил своего учителя, одного из старейших педагогов Игоря Кияницу. И таких уникальных работ здесь множество, а ознакомиться с ними могут все желающие. Очень приятно, что несмотря на нелегкий педагогический труд, в свободное время наши преподаватели работают творчески. Ну и хочется отметить, что эта выставка не только для наших детей, она не только представляет преподавателей с несколько другой стороны, чем они видят их в классах. Но эта выставка также, я думаю, будет интересна для жителей нашего города, потому что многие думают, ну раз преподаватель, он там вот работает в школе, и больше как бы круг интересов такой вот чисто узкий. Но на самом деле это не так. Наши преподаватели, к счастью, очень работают творчески активно, причем почти все они у нас в творческих союзах имеют звание. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Тайны следствия». Субтитры подогнал «Симон»